Здравствуйте, я Волкова Анастасия, студентка первого курса первой группы педиатрического факультета, подготовила доклад на тему слова латинского происхождения в студенческой жизни. Каждый человек, поступивший в университет, с началом учебы начинает встречать и использовать новые непривычные слова, которые со временем становятся обыденными. Многие из них имеют латинское происхождение, поэтому целью моей работы является изучение и анализ университетской лексики латинского происхождения. Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи. Отобрать слова из университетской лексики, имеющие латинское происхождение, систематизировать слова и разделить их на тематические подгруппы, систематизировать прилагательные, образованные от существительных латинского происхождения при помощи русских суффиксов. В ходе исследования был составлен список слов, используемых в университетской лексике, отопрены 42 из них, что имеют латинское происхождение и разделены на 5 тематических подгрупп. Должности и статус, учебное заведение, средства и методы проверки знаний, занятия и подготовка к ним, учеба. Под группу должности и статус вошли следующие слова. Абитуриент – абитуриенс, аспирант – аспиренс, ассистент – ассистенс, бакалавр – бакалавриус, доктор – медикус, доцент – доценс, кандидат – кандидатус, комиссия – комиссио, куратор – лектор, магистр. Учебное заведение, альма-матер, аудитория – аудиториум, деканат – деканатус, институт – институту, класс – классис, средства и методы проверки знаний, аккредитация – аккредитацию, аттестация – аттестацию, квалификация – квалификацию и коллоквиум – коллоквиум. Занятия и подготовка к ним. Дисциплина – конспект – конспектус, лекция – лекцио, семинар – семинариум, сессия – сессио, термин – терминус, учёба, дискуссия – дискуссион, диссертация – диссертацию, каникулы – каникуля, консультация – консультацию, курс – курсус. Хотелось бы обратить внимание на то, что словосочетание альма-матер – мать-кормилица – используется студентами и преподавателями как устойчивое выражение, обозначающее университет. Стало традицией не переводить его на русский язык и писать кириллицей. Есть в университетской лексике слова, которые сочетают в себе словообразовательные элементы не только латинского, но и других языков. Так, например, слово «деканат» – «деканатус» имеет греческий корень «децим» – 10 и латинский суффикс «атус», обозначающий должность. Это относится и к русскому языку. Если взять основы латинского языка и добавить к ним русские суффиксы, то образуются прилагательные, которые можно сгруппировать по суффиксам, участвующим в их образовании. Так было выделено пять подгрупп. Слова, образованные с помощью суффикса «эска», «эн», «он», «ов», «ярн». Суффикс «эска», «аспиранский», латинская основа «аспиранс» и русский суффикс «эска», «ассистентский», «доцентский», «институтский», «кандидатский». Суффикс «эн», «аудиторный», основа «аудиториум» и суффикс «эн». Суффикс «ов», «курсовой», основа «курсус» и суффикс «ов». Суффикс «он» – аттестационный, основа «аттестацио» и суффикс «он» – диссертационный, квалификационный, комиссионный. Суффикс «ярн» – каникулярный, латинская основа «каникуля» и русский суффикс «ярн». Из данного исследования видно, что большинство прилагательных слов в университетской лексике латинского происхождения образовано с помощью русских суффиксов «эска» и «он». Таким образом, в ходе исследования было проанализировано 42 слова университетской лексики латинского происхождения, систематизированные в 5 тематических подгрупп. Также были классифицированы прилагательные, имеющие латинское происхождение и образованные с помощью русских суффиксов. Спасибо за внимание!